Ладошки, пять плюсиков, например, ладошка, либо пять плюсиков. Видно, слышно, видите ли вы презентацию. И, соответственно, все ли у нас хорошо с техническими моментами сначала выясним. И дальше уже пойдем, так сказать, по плану выходного дня по сегодняшней теме. Пойдем. Как всегда, напоминаю, что мы с вами ведем дискуссию в плане того, что я очень рассчитываю, как всегда, в любой наш формат встречи, вебинар, прямой эфир, я не знаю, онлайн, оффлайн-встречи. В общем, для меня важна ваша обратная связь. Соответственно, в какие-то моменты я буду вам задавать вопросы и надеюсь на них получить ваше мнение в ваших письменных ответах в чате. И в рамках этой беседы мы с вами, конечно же, поговорим, познакомимся с нашим новым продуктом. У меня не очень, как это, Инстаграма был и онлайн-упаковка. Вот так ее открыли мы как-то неказисто, да, вот забыли открыть такую заклеивающуюся кругляшок. И, в общем, вот так решили достать батончик. Поэтому мы сегодня, естественно, наш информационный повод для сбора – это наши новые протеиновые батончики с ягодами Natural Balance. И мы о них, безусловно, будем говорить, да. Но при этом мы, конечно же, затронем вообще wellness как категорию. Мы поговорим о нашем портфолио в том числе. При этом я постараюсь ответить на максимум ваших вопросов в рамках презентации продукта, в рамках презентации ППТ. Есть соответствующий слайд с ответами на вопросы. Да, мы будем идти последовательно. И я думаю, что на большинство ваших возможных предполагаемых вопросов я отвечу в рамках презентации. Потому что на самом деле, готовясь к такому формату презентации продукта, безусловно, я в первую очередь становлюсь не просто представителем компании и как бы тренером по продукту wellness в регионе СНГ, я становлюсь потребителем или человеком, который смотрит на эту презентацию, ну, так сказать, с другой стороны, да. И вопросы какие-то, безусловно, у меня дополнительно также рождаются, и я постаралась найти на них ответы в рамках общения с нашими глобальными коллегами. Поэтому задаем вопросы, у нас будет соответствующий блок, это я к чему, да, в рамках презентации слушайте, записывайте, и в конце презентации мы обязательно обсудим вот то, что осталось неотвеченным на ваш взгляд, то, что вы считаете. Если на какие-то вопросы я не смогу сегодня вам ответить по каким-то причинам, безусловно, мы к этому вернемся, потому что на следующей неделе мы сделаем дополнительный прямой эфир с Анной Егоровой, где остановимся не просто на презентации продукта, а мы сделаем прямой эфир в рамках Инстаграм, где будем уже работать в формате вопрос-ответ, что понятно, что непонятно, где можно усилить, на что обратить внимание и так далее. То есть сегодня у нас чистой воды продуктовая презентация этого продукта. Масло-масляная продуктовая презентация продукта. Итак, поехали. У нас сегодня уже 91 человек. Я вижу, что у нас есть и Россия, и Украина, и Беларусь. Кто-то уже пробовал батончики, кто-то сегодня будет вначале послушать мои впечатления о новых батончиках и дальше уже в 15-м каталоге будет делать свои выводы о новом продукте. Ну, в общем, с любой стороны, как ни подойти к батончикам, вы получите, я думаю, что максимальное удовольствие. Ну что, поехали. На самом деле я хочу начать буквально с пары слайдов о нашем портфолио Wellness. Это портфолио можно разделить и нужно для того, чтобы понимать, из чего состоит наше портфолио Wellness, и понимать, что оно не, знаете так, увеличено искусственно, оно достаточно емкое и достаточно сбалансированное. Но в рамках этого портфолио всегда можно и нужно выделять два ключевых блока. Почему? Это просто для вас. В плане лидеров, для чего вам это нужно? Для того, чтобы вы могли грамотно, коротко, емко объяснить о структуре этой категории своим новичкам, клиентам, новым консультантам, я не знаю, вашим ключевым партнерам. То есть это легко для дальнейшей дубликации, для дальнейшей передачи. Вы понимаете структуру, вы даете вот это общее видение, да, не конкретного продукта, а вообще целой категории для своих людей. Ну и, соответственно, тем людям, кто к нам приходит, им очень, им проще будет, ну, так сказать, серфить в нашем портфолио, проще понимать, что за продукты, к чему относятся и так далее и тому подобное. Вот по факту у нас есть с вами два ключевых блока, да. Это пищевые добавки, куда относятся все продукты, ну, вот в таких капсулированных либо таблетированных формах, я бы сказала, есть еще два формата порошковой формы, да, это, соответственно, наш протеин, вот где акваглоу напиток и напиток пребиотический, ну и жидкая форма – это омега-3 для детей, да. Все остальное – это вот больше капсулы и такие формат таблетированных, да, форм витаминно-минеральных комплексов. То есть wellness pack и его составляющие, внутрикомплекс, детская серия, протеиновый, о, господи, протеиновый, ну, соответственно, пребиотический напиток и напиток акваглоу, да, это все пищевые добавки. И есть блок продуктов питания, куда входят вот все продукты, которые вы видите на слайде. Скажите, пожалуйста, как можно одним словом назвать блок продуктов питания? Точнее, не одним, а двумя словами. Как можно по-другому сказать, что у нас есть в нашем портфолио секция продуктов питания? Это что? Как вы их называете? Как их официальное имя? Давайте вспомним. Корректоры питания. Смотрите, официальное имя, да, основное, это не то, как вы их, ну, так сказать, в суе называете между собой, либо какая-то, ну, знаете, как аромат Иксайт от Димы Билана в народ ушел как Билан, да. Вот корректор питания – это вот из разряда Билан для аромата Иксайт. Корректорами питания мы их не называем в официальной коммуникации. У них есть имя, господа. Как называется серия, которая выходит у нас в блоке продуктов питания. Бады, кстати, бады – это юридическое название вообще всех продуктов нашего портфолио wellness. То есть бады по факту, ну, можно сказать, что часть продуктов, которые по факту, да, это продукты питания, да, ну, соответственно, зарегистрированы как бады, да, часть продуктов, которые у нас в блоке продуктов питания, зарегистрированы как продукты питания, как ни странно. Представляете, вот такая уникальность. Откройте каталог, коллеги. Нет, не корректоры питания. Татьяна, браво! Татьяна Денисова получает сегодня мои аплодисменты. И действительно, коллеги, не забывайте, Natural Balance, абсолютно верно, это серия, все продукты питания у нас представлены одной серией, и у них одно имя. Коктейли Natural Balance, супы Natural Balance, сейчас появляются протеиновые батончики Natural Balance или Balance, ну, смотря как в русском или в английском варианте произносите. Протеиновый комплекс здесь немножечко, ну, так сказать, отличается по названию, но мы все с вами понимаем, что это база для наших коктейлей Natural Balance, поэтому мы можем сказать, что это тоже серия Natural Balance. Поэтому продукты питания равно, равно, да, серия Natural Balance. Это то, что объединяет, да, у них есть единое имя для продуктов в рамках блока продукты питания. И обратите внимание, да, что в пятнадцатом каталоге этот раздел, так сказать, категории Wellness у нас пополняется, у нас выходят батончики ягодные Natural Balance. Это наша финальная новинка 2020 года, которая, безусловно, нас будет радовать в течение оставшегося года и не только, ну, с точки зрения продуктов, да, есть еще вот такой аксессуар у нас, тоже новинка пятнадцатого каталога. Но мы сегодня говорим о самих продуктах. И, безусловно, мы остановимся в целом, да, на блоке продукта питания серии Natural Balance и дальше пройдемся по ключевым моментам, связанным с батончиками. Поехали, коллеги. На самом деле, если вы помните, да, у нас не так давно прошел запуск продуктового блока Академии Wellness. Это тренинг Wellness продукты. Запись этих вебинаров есть на нашем YouTube-канале Pro Wellness Novage. Вы можете там это все найти, да, и посмотреть. И в рамках этих продуктовых блоков я просто вам сделаю такой небольшой экскурс. Да, всегда перед любым каким-то, ну, ключевой серией, да, либо блоком каким-то мы говорим о пользе тех или иных макро- или микронеприентов в зависимости от того, что входит в состав, да, продукта и что, в общем-то, о чем будем мы дальше говорить. В рамках продуктового портфолио мы на этих компонентах будем делать акцент. И вот в рамках, конечно же, разговора о батончиках я хочу еще раз сделать акцент на двух ключевых макро-компонентах и, соответственно, ингредиентов всей серии Natural Balance. Это белок и это клетчатка, да. Почему? Потому что на самом деле мы с вами помним, что в рамках вот той концепции здорового питания, той концепции сбалансированного питания, которой придерживаемся мы как компания, которой придерживаются наши глобальные эксперты, которые придерживаются и пропагандируют наша внешняя экспертиза в лице Стегастена и его команды из научно-исследовательского центра Игелеса, да. Мы делаем акцент на принципах питания, на скандинавских принципах питания, в свою очередь, которые основаны на питании одной из голубых зон, да. Голубыми зонами называют зоны долголетия, да, на нашей планете. И одной из таких зон, которую ученые долго рассматривали, изучали, да, познавали, является остров Окинава, да. Вот оттуда мы взяли эти принципы и мы их внедряем в рамках нашего с вами wellness-обучения на постоянной основе. И вот на самом деле, вот здесь, говоря о батончиках, почему я сделала такую большую преампу, да, такое большое вступление о вот нашей научной экспертизе, о нашем, ну, так сказать, айсберге, который остается за кадром. И вот в кадре вы видите только финальные такие рекомендации. Белок, да, белок, мы понимаем, что это основа для строительства новых клеток всех органов и систем. И в рамках нашей системы ценностей, в рамках нашего такого скандинавского взгляда на сбалансированное питание, да, мы, понимая ценность белка, да, мы говорим о сбалансированном питании, и мы всегда подчеркиваем тот факт, что мы по максимуму стараемся, а, получать норму белка на ежедневной основе, да, мы помним эти простые рекомендации, вот такая самая-самая простая – это 0,8 грамм белка на килограмм веса, но это на самом деле для, ну, совсем малоподвижных людей, если вы как минимум два раза занимаетесь, там, я не знаю, в спортзале, либо ходите 10 тысяч шагов на регулярной основе, то это, конечно же, ну, 1-1,2 грамма белка на килограмм веса, так можно высчитать свой ежедневный, ну, так сказать, объем белка, который вам нужно съедать на ежедневной основе. Если же вы достаточно активный молодой человек или молодая девушка, то тут можно доходить и до 2 грамм белка. Но при этом мы, в отличие, например, от каких-то там, возможно, спортивных рекомендаций, да, наша рекомендация заключается в том, что белок должен присутствовать в любой прием пищи. Мы не делаем акцент по белку только на вечер, мы распределяем вот эту дозировку белка в течение всего дня на все приемы пищи. И поэтому, если вы посмотрите, да, в рамках нашей серии Natural Balance, продукты мы можем рекомендовать утром, днем, вечером, да, потому что все продукты серии Natural Balance – это качественный перекус, да, можно перекусывать с утра, можно даже, я не знаю, нулевой завтрак себе устроить после пробуждения вместе с коктейлем. Но мы понимаем, что мы вот этот белок видим во всех наших продуктах, мы употребляем его в течение всего дня и стараемся, естественно, насытить белком и наши основные приемы пищи. Поэтому белок, обратите внимание, да, есть во всех наших продуктах еще раз серии Natural Balance. Мы все знаем прекрасно состав по белку каждого из продуктов уже, ну, таких ставших легендами в рамках категории Wellness. Если говорить про батончик Natural Balance, вот те, кто еще не пробовал, у тех, у кого нет еще этой заветной коробочки, вы сейчас видите состав белковый в батончике Natural Balance с ягодами. Скажите, пожалуйста, что бы вы, ну вот, какие сходства и отличия вы здесь можете выделить в, вот, ну, с точки зрения батончика, чем они отличаются от продуктов серии Natural Balance по белку, да, вот в данном конкретном случае, что их роднит с этими продуктами, как вы считаете. Ну, вот, давайте вот в такую игру найди сходства и отличия в белковых составляющих других продуктов серии Natural Balance и батончиков. Давайте. Нет растительных белков. Супер. Лена, отлично. Давайте вместе думать. Я уверена, что таким образом вы, а, максимум включены, б, быстрее запоминаете информацию, нежели чем я ее выдаю как свое умозаключение, да, и такие уже, ну, так сказать, финализированные какие-то вещи. И, с, вы, ну, на 100% анализируете, сравниваете. Батончика больше белка. Отлично. Больше белка. Супер. Давайте сейчас количество поняли, что отличается тем, что больше белка, но роднит со всей серии Natural Balance с другими, да, продуктами то, что белок вообще есть в формате протеинового батончика. Больше концентрация. Все, закончили с этой темой. Еще, чтобы вы отметили, вот я на это сразу глаз положила, и я вам скажу, попросила, так сказать, разъяснение у своих коллег глобальных. Поэтому, ну-ка, приглядитесь-ка, нет растительного белка, больше вас ничего не удивляет, во всех 9 аминокислот, то есть все полноценные по белку получается, это родственное. Подождите, обождите про пальмовое масло, белок разбираем, коллеги, перк, лоб. Так-так-так, так-так, так-так-так. Молочный белок, супер. Сейчас разберем, что такое изолят, что это, но самое важное, вот на что вы обратили внимание, смотрите, если посмотреть на эту серию, да, вот, точнее, на этот продукт по белковой составляющей, вы правильно, вот как заметила Таня, что тут два вида белка, в отличие от других наших продуктов. И при этом они, ну, такие родственные, да, это изолят молочного белка и концентрат молочной сыворотки, ну, то есть в любом случае это молочный белок, да, в отличие от других продуктов, где, а, есть составляющая в двух из них, да, это молочный белок, молочный протеин, понятное дело, но при этом есть либо другой формат животного белка, например, те же яйца, плюс есть, например, формат растительного белка, либо это три растительных белка, но они все из разных источников. Здесь же два вида белка, и это плюс-минус, ну, так сказать, ну, не родные братья, но двоюродные уж точно, да, это молочный белок и молочная сыворотка. Вот это отличие, да, еще раз повторюсь, количество и родственность этих белков – это то, что отличает белковый состав протеиновых батончиков с ягодами Natural Balance от других продуктов этой серии. Первое. Второе. То, что их роднит, то, что белковая составляющая есть, да, белок в наших батончиках есть, и важно, что это, опять же, высококачественный и полноценный белок. То есть этот белок, соответственно, имеет 20 аминокислот, 9 из них незаменимых, то есть все у нас продукты получаются полноценные по белку с 9 незаменимыми аминокислотами. То есть мы варьируем источники белка для того, чтобы получать вот этот максимум, результат, да, глобальный, то, что нам нужно, чтобы был у нас по итогу полноценный белок. Причем, да, очень важно заметить, помните, мы с вами говорили, сейчас зачитаю, если что, потом напишу. Есть такой метод PDCAS. Сейчас напишу метод и разъясню, что это такое. PDCAS. Это метод, да, то есть, ну, я бы так сказала, что это формат оценки качества белка. Это формат оценки того, насколько хорошо он усваивается в нашем организме. И максимальный показатель вот этой усвоения, да, это единица. Соответственно, это такой белок идеала, который, ну, и имеет 20 аминокислот, 9 из них незаменимых, и плюс еще усваивается, ну, так сказать, вот в максимальном формате в нашем организме. Он прям, то, что доктор прописал, что называется. И вот, если мы говорим про молочный белок и сывороточный белок, он имеет вот этот показатель по усвоению, он имеет формат единицы. То есть, это отличный, качественный белок, который для нас, ну, максимально комфортный с точки зрения усвоения нашим организмом. Поэтому здесь, коллеги, конечно же, помня вот эту важность, да, не только соединить, соединить разные форматы белка, да, для того, чтобы получить именно 9 аминокислот, но они ищут те ресурсы, которые, как минимум, имеют показатель вот этого, что ли, усвоения от 0,8 и выше, плюс-минус 0,8 и выше, да. То есть, это достаточно высокий уровень усвоения белка при употреблении какого-либо продукта, содержащего этот белок. Дальше. Если мы говорим, что сейчас мы употребляем такие понятия, как изолят, концентрат, да, то вот для того, чтобы это было понятно, это форма, ну, так сказать, получения белка. Есть три основные такие форматы получения белка. Это изолят, гидролизат и концентрат. Итак, и в данном случае мы используем изолят и концентрат. Изолят молочного белка и концентрат молочной сыворотки. Давайте остановимся. Чат вышел. Отлично. Все видят, все все понимают. Супер. Я слежу за вашими комментариями и, в общем, иногда это чуть-чуть меня, видимо, сбивает. Поехали. Изолят и концентрат. В чем, в общем-то, уникальность? Наверное, по большому счету, если вы посмотрите состав других наших продуктов, вы можете увидеть формат концентрат молочного белка или там концентрат яичного белка, либо еще какие-то форматы. Но вот здесь мы выводим, ну, соответственно, ну, вот такие, что ли, названия источников белка формат не просто указания источника, я имею в виду как продукта, а именно, ну, вот того, что мы берем за основу. Это, собственно, информация с упаковки продукта. Если вы почитаете потом состав, это все будет в составе, поэтому здесь мы ничего не скрываем, да. То есть это изолят молочного белка и концентрат молочной сыворотки. В чем отличие этих двух форм, что ли, в получении белка из молочных продуктов? Ну, что такое сыворотка, что такое молоко, мы понимаем, да. И вот это, ну, такие форматы, что ли, обработки протеина, которые имеют небольшие отличия. Вот если мы говорим про концентрат, то это значит, что, ну, при проведении всех таких вот процедур технологического характера в самом белке, то есть там представлено где-то от 60 до 85% белка в, то есть это концентрат называется, как форма получения этого формата белка. Да, это, ну, достаточно популярный формат, который используется в наших и других продуктах, и, в принципе, в других продуктах других марок на рынке, вообще СНГ в том числе, да. Если мы говорим изолят, чем изолят отличается от концентрата? Он отличается тем, что, ну, в принципе, изолят и гидролизат, они проходят более, что ли, такую мелкую в плане проработки, да, в плане обработки, более такую глубокую очистку. Это более технологичные виды полученных белков, да, больше обработки, но при этом здесь идет, там, удаление примесей в формате нескольких, там, процессов очистки, да. И что здесь понимается под примесями? В изолятах будет большее содержание чистого белка до 90%, и при этом будет меньшее содержание, там, например, той же лактозы, либо, там, ну, что еще можно считать в данном случае примесью, да, ну, каких-то жиров тех же самых. Именно поэтому изоляты, как вы правильно здесь заметили, они достаточно часто используются даже в формате, ну, вот какого-то монопродукта, да, такой изолят, бла-бла-бла, чего-то, как формат такого продукта для спортивного питания. Действительно их, ну, вот эти форматы, что ли, белковых продуктов очень любят спортсмены в чистом виде, потому что они позволяют им использовать этот продукт для, ну, вот там, наращивания мышечной массы, для, там, процесса сушки, потому что меньше жиров, меньше, там, углеводов, меньше лактозы, больше процент содержания белка в продукте, быстрее усваивается, ну, и, соответственно, вот в таком формате даются этот, ну, так сказать, популярный формат белка в рамках спортивного питания, он больше известен. Сейчас у нас есть этот формат белка, да, в качестве изолята молочной сыворотки в нашем продукте. Еще раз повторюсь, все вопросы отвечу в рамках нашей презентации. Сейчас разбираем одно. Я надеюсь, что это понятно. И, как вы правильно заметили, в отличие, да, от других продуктов серии Nature Balance, здесь мы получаем в одном батончике на 35 грамм батончика, да, вот так выглядит все, подождите, вот так выглядит наш батончик. У него стало, как говорят мои коллеги, более инстаграмабл такая упаковка, очень приятная, ну, она легкий-легкий серый и нежный-нежный розовый цвет имеет. Вот она сама по себе даже вкусная очень. Плюс ягоды, что называется, натуральную величину, без, ну, вот такой вкусные-вкусные ягоды, да, здесь на упаковке. Не видно ничего? Ну, вот так. Повторяюсь, просто свет, видимо, светит и засвечивает. Ну, вот так вот выглядит упаковочка. Вы ее сможете рассмотреть предметно, когда она попадет вам в ручки. И, соответственно, если говорить, то по факту мы получаем одна треть граммажа продукта, это белковая составляющая. Ну, это реально заслуга нашего R&D, то есть это научно-исследовательского центра, коллег, кто разрабатывает продукты, чтобы мы получили вот такой классный батончик с таким количеством белка, в таком маленьком продукте, 35 грамм всего, да. Это первый момент. Теперь поехали по тому же... Стоп. Ну, нечаянно я вас сократила басню до последнего слайда. Вот. Теперь поехали разбираться с нашими пищевыми волокнами. Пищевые волокна, ну, соответственно, или полезная клетчатка. Мы используем разные форматы, то есть мы понимаем, что клетчатка для нас тоже важна и, соответственно, мы используем разные форматы клетчатки в наших продуктах. Если говорить про то, что здесь нас отличает от, я имею в виду, батончик, от других продуктов серии Natural Balance, то здесь важно отметить, что здесь также достаточно большое содержание клетчатки, 5,6 грамм на один батончик, да, на 35 грамм у вас 5,6 грамм пищевых волокон. То есть это очень полезный, ну, вот не просто, знаете, такие слова красивые, полезный и сладкий перекус. Это реально полезный перекус, потому что в нем есть большое содержание белка, как мы уже выяснили, и есть формат достаточного присутствия пищевых волокон. Давайте смотреть, что вы здесь интересного, возможно, уже где-то слышали, возможно, что-то уже отметили для себя. Может быть, какие-то отличия вы уже заметили по пищевым волокнам в рамках портфолио серии Natural Balance. Так, Гульнур не поняла ваш вопрос, можете его детализировать, потом отвечу в конце. Пишите про пищевые волокна. Я хочу отметить, да, лишь тот факт, что на слайде вы видите, опять же, информацию по источникам пищевых волокон. Если, да, риса нет нигде, Лена, спасибо. Риса и рисовых хлопьев действительно нет нигде, кроме как наших батончиков. Это один из источников пищевых волокон, которые мы здесь используем. Если говорить про еще, так сказать, источники пищевых волокон, то здесь мы приравниваем, ну, в общем-то, наши ягодки. Это не только вкусовая такая добавка, которая добавляет нам пикантности вкуса нашим батончикам какого-то, знаете, не просто сладкого вкуса, а сладкой кислинки какой-то, либо, ну, вот, иногда даже как-то вот горчинка какая-то такая легкая, приятная чувствуется. Ну, вот, то есть нет такого, знаете, сладость сладкая, а вот она переливчатая в зависимости от того, там, какой кусочек вы отпустите, сколько там будет этих же самых кусочков ягодок, да. Но это еще и очень функциональное наполнение, потому что это тоже источник пищевых волокон. Также есть здесь фрукта олигосахариды из корня цикория, да, из корня цикория. Обратите внимание, то есть фрукта олигосахариды, их можно добывать из разных источников, и здесь тоже фрукта олигосахариды, но из корня цикория. Обращаю ваше внимание, это отличие от пребиотика. И да, абсолютно верно, абсолютно верно, что именно фос, да, фрукты олигосахариды, они обладают пребиотическими действиями и, соответственно, оказывают пребиотический эффект, да, улучшают состояние нашего ЖКТ, являясь пищей для наших полезных микроорганизмов. И, соответственно, это то, что можно назвать неперевариваемой клетчаткой, да, и, соответственно, это наша находка, так сказать, в рамках этой формулы батончика в том числе. Соглашусь с вами, Дарья, что с такой формулой для получения максимального результата вообще, ну, с точки зрения получения даже вот такого пребиотического эффекта от фос, который содержится в нашем батончике, важно действительно употреблять достаточное количество воды. То есть это не такой формат сухомятки, да. Лучше запивать и этот сладкий перекус чистой водой. Абсолютно с вами согласна здесь. Поэтому обратите внимание, что действительно, да, если мы говорим про наш продукт, то мы указываем, соответственно, ключевые уже преимущества на самой упаковке. Вот видите, вот здесь такие, сейчас постараюсь показать вам два кружочка, 10,5 грамм – это количество белка на один батончик, и 5,6 грамм – это количество пищевых волокон. И, то есть ключевая информация уже, опять же, есть на упаковке. Если мы говорим про упаковку самих батончиков, то это тоже. Вот здесь есть ключевая информация, что их 7 штук, что они в индивидуальных упаковках, и здесь, опять же, указаны источники наших ключевых ингредиентов. Ну, соответственно, это молочное молоко, да, концентрат молока и молочная сыворотка, и это корень цикория здесь так проиллюстрирован. Поэтому обращайте внимание, упаковки у нас тоже очень говорящие. С этим закончили. То есть мы понимаем, что это действительно качественный продукт. Если вы посмотрите на компонентный состав, а вы его обязательно посмотрите либо на сайте, либо на самой упаковке, вы поймете, что это действительно компонентный состав, которым можно и нужно гордиться. Он максимально чистый, максимально прозрачный. При этом, обращаю ваше внимание, на самом деле, ну вот, заявлять, почему мы так этим гордимся, что он максимально вот такой, ну, что ли, знаете, такой незамысловатый, казалось бы. Но почему мы этим гордимся? Потому что здесь важно на самом деле при производстве продукта соблюсти некий баланс в компонентном составе, в тех ингредиентах, которые вы используете, и баланс в тех вкусовых качествах продукта, которые будут, ну, что ли, обаять, осязать и ощущать те клиенты, которые будут это кушать. Согласитесь, что можно сделать, там, ну, наверное, можно сделать продукт, там, максимально какой-то, там, я не знаю, там, супер-напупер полезный, но если он будет невкусный, то, согласитесь, польза от него будет 0,0, потому что кушать его никто не захочет. Вот наши ученые смогли найти вот этот баланс между вкусовыми качествами, между тем, какая получилась текстура. На ваших глазах я открываю новый батончик, да, я его уже пробовала, но я хочу его вам показать. Тем, какой получилась текстура, какой он на вкус, какой он по ощущениям, не знаю, как он пахнет, как он жуется и так далее, все органолептические вот эти свойства, да, в том числе составом, который есть, и, конечно же, ну, вот тем предложением, которым мы готовы, по которому мы готовы его предложить, то есть ценовая политика тоже важна. Поэтому вот здесь вот эти все три вещи, они реально соблюдены. Вот если вы посмотрите на батончик, он, ну, чем-то, наверное, похож на предыдущий батончик, он выглядит вот так. Эти мелкие вкрапления темные – это как раз-таки кусочки ягод. Он стал немножко другого цвета, то есть тут минимальное количество, так сказать, ну, каких-либо красителей. Здесь краситель только свекла, как вариант натурального такого красителя добавлен, да. Краситель бета-каротин даже, да, это даже такой формат морковочки. Вот он такой получился нежный, нежно-желто-оранжевый, теплого такого цвета, ничего лишнего. Соответственно, он очень приятный на вкус. Если мы говорим про батончики Natural Balance, то, естественно, мы подчеркиваем то, что это идеальный, здоровый, при этом питательный с точки зрения его нутрициологической ценности перекус. Точно, цвет топленое молоко. Сейчас прям себе запишу. Вот прям спасибо. И это действительно батончик, который создан из натуральных ингредиентов, которые действительно мы используем по тем или иным причинам, так сказать, и получаем максимальный результат. Причину мы уже с вами озвучили. Итак, если еще кто-то из нас, из ваших знакомых, близких людей считает, что сладкое не может быть полезным, значит, скорее всего, они не знакомы еще с нашим новым продуктом серии Wellness от Ariflame. Это батончики Natural Balance с ягодами. Действительно, это то, что можно назвать на 100% полезным сладким. Полезным сладким перекусом. Здесь, давайте подытожим, 10,5 граммов белка на один батончик на 35 грамм. Здесь на 35 грамм 5,6 граммов пищевых волокон, включая пребиотические из фрукта олигосахаридов. Здесь 4 вида кусочков ягод. Это черная смородина, это малина, это ежевика и клюква. Вот клюква и дает вот эту легкую-легкую горчиночку. Вот, ну и, наверное, самую, что ни на есть, кислинку. Здесь 115 калорий всего лишь вот в этом батончике. И это то, что позволяет нам даже в перекус получать незаменимые 9 аминокислот, которые мы с вами не синтезируем и должны получать из пищи. Вот что такое наш новый протеиновый батончик. С точки зрения вкусовых особенностей я бы отметила вот что. Я долго пыталась сообразить, что он мне напоминает. Мы когда снимали видео с моей коллегой Светой Бойцовой в Москве, я обязательно с ним поделюсь в рамках чата, выложим на канал, да, такое мини-видео о продукте. И, соответственно, вот я пыталась понять, что он мне напоминает. Он мне что-то напоминало, но не могла понять, что. В общем, Света подсказала, он реально напоминает мягкую нугу. На мой взгляд, если вы знакомы с предыдущей версией батончика, то вот эта версия, это реально версия, которой стоит гордиться. На мой взгляд, он стал еще более приятен, мягок на вкус. Это вот такая мягкая нуга с краплением таких хрустящих элементов из риса. Да, вот рисовых хлопьев. Поэтому вот очень приятный по вкусу, очень приятный по ощущениям, когда ты его жуешь. Ну, на мой взгляд, если жевать долго, если жевать качественно, то одного батончика вам будет даже больше, чем достаточно. Я один батончик не съедаю, да. Более нейтральный вкус, согласна с вами, но при этом большее количество преимуществ. Если мы говорим про ключевую информацию, да, об этих батончиках, у вас будут еще, кстати, и форматы баннеров по батончикам, вы сможете ими делиться в социальных сетях, но вот ключевая информация, да, что чем мы гордимся вообще в серии Natural Balance, это есть в этом обновленном продукте. Это высокое содержание белка и высокое содержание пищевых волокон, о чем мы с вами поговорили. В нашей коробке 7 самостоятельных, индивидуальных, независимых друг от друга батончиках, да, в индивидуальной упаковке. Они стали чуть меньше по размеру, но при этом они точно так же функциональны, точно так же питательны и точно так же помещаются даже в самый маленький клатч, который есть в нашем ассортименте, да, компании Ariflame. В них не содержится, обратите внимание, никаких ГМО, в них нет консервантов искусственных красителей, то есть это те преимущества, которые мы ценим и в других продуктах серии Natural Balance, нет глютена. И что важно, я бы сказала, что мы можем рекомендовать эти батончики веганам, о, вегетарианцам, господи. Вегетарианцам, то есть это те люди, которые отказались от мяса, но при этом едят животные источники белка, при добыче которых, в общем-то, животное не страдает. Молоко к таким источникам белка как раз-таки относится. То есть мы можем рекомендовать этот батончик в рамках, там, вегетарианского какого-то формата питания, да, человека. Вот такой у нас новый продукт, на что бы я обратила внимание, если говорить про то, для кого мы их можем рекомендовать, в рамках таможенного союза, в рамках наших, собственно, стран, где этот батончик будет продаваться, а это, соответственно, Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, да, пять стран, где батончик запускается с С-15, и там, где батончик будет присутствовать в основном портфолио wellness, мы рекомендуем этот продукт и можем рекомендовать его даже так, как продукты для взрослых с 18 лет. Вот такая регистрация продукта этого прошла, и то есть мы, конечно же, должны об этом говорить, мы должны это транслировать в рамках официальной коммуникации. То есть это продукт такой для взрослых, это действительно умное решение, которое позволяет вам наслаждаться сладким. Сладкоежек у нас немало. Я бы сказала, они все-таки, наверное, даже преобладают над салоноежками, да, кто любит солененькие продукты. И это действительно тот продукт, съев который, вы не будете испытывать чувство вины, что вы вот сегодня опять, там, я не знаю, в своем режиме питания опять захотели сладкого, съели его, и, в общем, вот этот порочный круг запускать с чувством вины, и потом, так сказать, опять заеданием чувства вины вы не будете. Опять же, за счет того, что это очень компактный продукт, он достаточно легко впишется в ваш ритм жизни, в ваши, ну, такие вот ежедневные привычки. Его можно брать с собой в рамках спортзала, его можно рекомендовать как полезный перекус для наших родителей, для людей зрелого возраста, как питательная поддержка. Он очень удобен в формате перекуса на работе, я не знаю, на прогулке, где бы то ни было. Вот если, как бы, есть формат, мне неудобно брать с собой, например, коктейль, да, там, то вот эту индивидуальную упаковку всегда удобно взять с собой. Дальше идем. Если мы говорим про то, как этот продукт встраивается в нашу естественную велосорутину, да, мы, опять же, подчеркиваем тот факт, да, обращаю на это ваше внимание, что все продукты серии Nature Balance относятся к формату здорового перекуса. Ни один из них не является заменой основного приема пищи, о чем это я, да, о том, что мы не можем и не должны рекомендовать в том числе и батончик Nature Balance, а-ля, у тебя нет обеда, съешь хотя бы батончик, да. Вот в таком формате коммуникация не должна от нас звучать, потому что 115 калорий, которые здесь есть, и даже при той высокой питательной ценности не дотягивают до такого важного приема пищи, как обед, да. Все-таки обед должен быть более калорийным, более питательным, более правильным, и самое важное, мы не заявляем о том, что наш продукт заменяет приемы пищи, да, то есть он дополняет наше естественное питание, да, ну, так сказать, обычными продуктами, да, там, супы какие-то, гарниры, какие-то, там, я не знаю, кусочки мяса, рыбы и так далее, то, что вы готовите на постоянной основе, они дополняют. Поэтому, конечно же, здесь мы, говоря о том, как wellness-продукты встраиваются в нашу ежедневную пищевую цепочку, рутину, да, мы понимаем, что это то, что должно присутствовать в нашем питании в рамках того, чтобы помогать нам добиваться своих результатов, причем добиваться результатов не завтра, а в течение определенного периода, потому что мы всегда говорим об этой, ну, таком принципе маленьких шагов к результату. Начните с чего-то маленького, да, там, добавьте завтрак, добавьте один стакан воды с утра, делайте это на постоянной основе, вы увидите уже от этого улучшение, и вы начнете, в общем-то, слушать, слышать, делать какие-то другие еще какие-то шаги, следующее уже на пути к более здоровому, полноценному и, главному, осознанному подходу к своей жизни. И вот в рамках того предложения, как мы можем предложить наши протеиновые батончики, здесь можно сказать, что батончик вписывается в такую, в такой уже устоявшийся дуэт, да, двух продуктов. Это такой минимальный, классический hero sets, это еще по-английски называется такой набор, что ли, беспроигрышный, я бы сказала, это wellness коктейль и wellness pack, да. Если мы говорим про то, как он туда впишется, то он впишется просто как либо формат качественного еще одного дополнительного перекуса, либо как формат, например, если мы говорим про энергичных людей, занимающихся спортом, то, например, этот человек может выпить одну порцию коктейля до тренировки, а после тренировки там может съесть тот же батончик плюс каким-нибудь фруктом, плюс запить водой, и это будет форматом такого восстановительного и полезного для мышц питания, и в то же время это будет, ну, в общем-то, не ощущаться, как вот так съели и чувствую тяжесть в животе, это будет очень легко, очень комфортно и так далее и тому подобное. То есть вот так это можно вписать в нашу ежедневную wellness-рутину. Если мы говорим про такую глобальную, что ли, wellness-использование продуктов в нашем ежедневном таком дне, да, то можно сказать, что вот здесь я постаралась сделать такой условный слайд с показанием одного из возможных вариантов, ну, что ли, использования максимального количества продуктов в вашем ритме жизни. То есть завтрак может быть, точнее, нулевой завтрак, если так сказать, может быть стакан воды плюс акваглоу. На завтрак мы выпиваем тот же wellness-спект и нутрикомплекс. Первый перекус мы можем использовать коктейль плюс пребиотик. Полноценный обед. Далее, если нам нужен перекус, как вариант, это может быть тот же батончик. Потом ужин с кальцием и какой-то еще там вариант такого легкого ужина-перекуса для комфортного сна, это может быть порция нашего супа. Это примерный формат распределения продуктов wellness в течение дня. У вас может быть совсем другой ритм, да. Но мне кажется, что вот этот слайд максимально даст вам возможность а, поиграться с тем, как строить продукты wellness в ваш ежедневный ритм, б, ответить на большинство количества вопросов, а как продукты wellness совмещаются с друг с другом в рамках одного моего дня, нужно ли завершать прием одного, начинать прием другого, либо они как-то вместе совмещаются прекрасно. И вот здесь все прекрасно показано, что все действительно совмещается, все прекрасно дополняет друг друга и ваше сбалансированное полноценное питание. Если мы говорим про вопросы и ответы, да, я сейчас по каждому из них пройдусь. На какие-то вопросы вы уже получили ответы в рамках сегодняшней презентации, но на каких-то мы еще раз остановимся, потому что я вижу, что вопросы есть в чате, и еще раз по чату пройдусь. Можно ли использовать батончик natural balance вместо основного приема пищи? Нет, потому что все продукты категории natural balance, в том числе и батончик, являются качественным перекусом, но не являются заменой основного приема питания. То есть менять батончик, да, и заменять ими прием, любой прием основной пищи нельзя. Им можно дополнить основной прием пищи, но это не должно быть основной прием пищи, батончик плюс вода или батончик плюс чашку кофе, да. Поэтому здесь важно правильно коммуницировать эту информацию. С какого возраста можно есть батончики? Наша рекомендация с 18 лет, да. При этом вы, если мы говорим о вас, если у вас есть дети-подростки, мы все с вами понимаем, что вы в любом случае будете решать самостоятельно, давать или не давать этот продукт, вводить или не вводить его вашему ребенку, да, там, ну, начиная, там, я не знаю, лет с 7-8 и так далее. При этом, коллеги, мы, как всегда, подчеркиваем тот факт, что ваша задача максимально корректно и грамотно нести информацию именно в массы. Мы должны говорить для того, чтобы не было вопросов. Вы мне сказали, на коробочке написано или на сайте написано, чтобы, в общем-то, вы не подрывали свою экспертизу, свою, вот тот кредит доверия, который вам дает клиент, да, важно доносить до него максимально полную, понятную официальную информацию. Официальная информация, батончик рекомендуется взрослым, людям с 18 лет. Далее, именно вы, да, вы дали эту информацию и успокоились над этим. Если люди спрашивают, что, могу ли я давать это детям, ваша задача сказать, вы можете посмотреть на компонентный состав и принять решение самостоятельно. Основной комментарий с 18 лет, да. Точно так же, почему не рекомендуем говорить информацию, что я своим даю. Вы за своих отвечаете самостоятельно, да, не берите ответственность за кого-то другого. Поэтому вот здесь очень важно это понимать. У меня пищевая аллергия, непереносимость. Могу ли я есть батончики нынче роболан? Подскажите, кому нельзя молоко? Можно батончики? Молоко нельзя, вот это к вопросу о пищевой непереносимости или аллергии. Если есть непереносимость молока, да, то здесь важно, ну, здесь мы можем сказать только, а, консультация с врачом, показать компонентный состав врачу и, соответственно, сделать выбор самостоятельно. Если есть пищевая аллергия на конкретный продукт, причем это даже, ну, как сказать там, это действительно подтвержденная пищевая аллергия, вы на 100% что значит не разрешают молочные продукты, но аллергия нет. Не разрешают молочные продукты по какой причине? Соответственно, здесь важно понимать, читать состав и понимать, разрешается ли вам в вашей системе координат, как в вашем состоянии организма употреблять все или иные продукты. То есть если есть пищевая аллергия, то, конечно, мы не будем рекомендовать этот продукт для тех или иных консультантов. Если есть кожные проблемы у консультанта и при этом не разрешаются молочные продукты, то здесь, ну, в данном случае лучше не рисковать, тогда порекомендовать тот же суп, да. При этом важно отметить, что, как я говорила, в рамках вот этих вот форматов, да, тех белков, которые содержатся здесь, это изолят и концентрат. В концентрате содержится лактоза, да, и в том числе там больше содержания жира, да, если мы говорим, как это получается. В изоляте лактозу как добавление, да, как примесь ее удаляют. Но обещать, что аллергии или каких-либо негативных последствий не будет, потому что у нас здесь изолятый концентрат, но это все равно молочные составляющие, я бы не стала брать на себя такую ответственность. Поэтому только консультация врача, только показать компонентный состав, либо распечатать его с сайта, и дальше, соответственно, следовать рекомендациям своего наблюдающего врача. Подходит ли батончики диабетикам? Хороший вопрос, здесь тоже он задавался. Насчет диабетиков, да, мы с вами должны понимать, что в рамках наших батончиков, как источник, в том числе и пищевых волокон, здесь содержится полидекстроза, да, хорошая штукенция, хорошая вещь, хороший компонент. Это действительно качественный источник пищевых волокон, но при этом это олигосахарид, да, он тоже обладает определенным количеством этих единиц, 3-9, в зависимости от того, в каком количестве. Ну, плюс-минус, давайте брать среднее, условно говоря, даже самое наивысшее дает 9 единиц. То есть все равно сахара здесь у нас есть. В небольшом количестве сахаров 4-5 грамм сахара на одну порцию, то есть на один батончик. И вот здесь важно понимать, что это не диабетический продукт, это продукт для здорового сбалансированного питания, и если есть какие-то ограничения по количеству сахара в течение дня, то я бы рекомендовала опять же согласовать прием в данном случае и этого продукта со своим наблюдающим врачом. Высчитать это все и решить, можно или не можно, в каком количестве конкретному человеку это употреблять. Я сторонник того, что врач знает состояние своего пациента, врач за ним наблюдает в течение определенного срока, врач дает рекомендации по питанию, это тоже продукт питания, поэтому важно его включить в тот рацион, рекомендованный данному человеку, для того, чтобы это было максимально корректно, поэтому на 100% это качественный здоровый продукт, но не диабетический, поэтому здесь рекомендация согласовать с врачом. Можно ли во время беременности кормление грудью? Продукт, это продукт питания, да, все в принципе отлично, но опять же здесь мы не уходим никуда от формата беременны, это, как сказать, люди, девушки в этом прекрасном состоянии, у них изменения в гормональном фоне происходят, изменения даже какие-то вкусовые возможны на самом деле, да, в запахах. И вот здесь для того, чтобы опять же, возможно, даже не рисковать, возможно, беременность по-разному протекает, и есть какие-то ограничения по питанию, тоже рекомендация показать состав врачу, мы отвечаем за качество состава, но врач отвечает за состояние беременности, и вот эти два, так сказать, составляющих стыкуются, и врач может дать или не дать рекомендацию. Либо сама девушка берет на себя ответственность и опять же принимает решение употреблять или не употреблять этот продукт, но ни в коем случае не консультант, который говорит, я ела, там, не знаю, моя дочь беременность ела, ешь ты ты. Будьте аккуратны с взятием ответственности за двух, возможно, горячо вами любимых, но все равно других людей, да, это за маму и будущего ребенка. Поэтому здесь максимально корректный, правильный ответ с точки зрения вот даже юридических норм. Это важно. Так, я могу употреблять протеиновые батончики вместе с другими продуктами Wellness? Безусловно, мы с вами показали, как можно строить батончики Wellness в свою ежедневную Wellness-рутину, да. Сколько протеиновых батончиков можно съедать за день? Один-два батончика мы рекомендуем, не более. Почему? Опять же, это важно понимать, что батончики не являются заменой питания, очень, ну, кстати, ну, наверное, с ними проще, так сказать, подсесть на такой формат. Ну, вот я не поел, перекушу-ка я батончиком. Но здесь не надо перебарщивать. Почему? Смотрите, какая штука. Во-первых, да, мы понимаем с вами важность того, что нужно кушать на постоянной основе, не забывать, потому что это культурные привычки, это, опять же, даже, ну, если вы взрослый человек, вы постоянно какими-то вот такими функциональным питанием заменяете свои приемы пищи, вы не сформируете даже правильные привычки питания для своих детей. Важно, чтобы у нас были с вами завтраки, обеды и ужины, особенно какие-то там ключевые моменты, где вы встречаетесь вместе с семьей, это не только, ну, как бы, поесть, да, насытиться, но это еще действительно момент вот такого, что ли, обмена традициями даже. Поэтому, ну, не только вот на такие продукты мы должны обращать внимание, это как приятное дополнение, это раз. Второй момент, обратите внимание, что вот на предыдущий слайд сейчас вернусь, что когда мы говорим про встраивание wellness-батончиков в нашу wellness-рутину, в том числе, да, мы понимаем, что в том числе, например, и в протеинном комплексе есть белок, и пищевые волокна, и в супе есть белок и пищевые волокна, и в том числе пищевые волокна и пребиотические волокна есть в пребиотике, да. Поэтому вот здесь для того, чтобы получить максимум эффекта и максимум это было комфортно, да, если мы говорим особенно про пищевые волокна, особенно пребиотические, которые при, так сказать, усвоении нашей полезной микрофлоры, да, могут еще и вызывать небольшие такие побочные эффекты в рамках, я это называю, мурчания живота, да. Для кого-то это может быть не так приятно, либо вздутие небольшое быть, поэтому вот здесь главное не перебарщивать, да, все хорошо в меру, поэтому один-два батончика в день этого вполне достаточно для того, чтобы вы получали максимум пользы без чувства вины, при максимуме комфорта в вашем организме. И еще одно дополнение, кстати, по поводу вот этого такого колеса wellness, да, ежедневного. Обратите внимание, что вот здесь, если, например, коктейль с пребиотиком мы даже не то, что рекомендуем единовременно применять, мы можем рекомендовать употреблять пребиотик, добавляя в коктейль, да, в этот же стакан с коктейлем пребиотик, потому что по факту у него там очень-очень легкий, ненавязчивый такой запах и вкус, что он не поменяет вкус коктейля, ну или супа. То вот, например, стакан воды с пребиотиком и запивать им тот же самый батончик мы не рекомендуем, потому что и тут, и тут есть пребиотические волокна. Пребиотики могут дать небольшое вот это вот, ну, такие отголоски в вашем ЖКТ, которые не все любят, я бы сказала, вообще никто не любит. И вот эту, ну, такую неприятность можно избежать, если просто разделить их, да, по времени приема. Так, идеальный здоровый продукт, диабетика можно, ответили. Так, я смотрю просто ваши, повторить коротко, но ясно, про изолятый концентрат можно молочного белка, еще, видимо, изолятый концентрат еще есть и не молочный. Спасибо, да. Это форма просто получения белков изолятый, концентраты могут быть разные, яичного, соевого белка, да. В данном случае мы, как компания, используем молочный и сывороточный, потому что это отвечает, ну, так сказать, всем нашим финальным преимуществам, которые мы хотели добиться. Мы хотели добиться, чтобы, а, это был полноценный белок, как мы помним, с девятью незаменимыми аминокислотами, чтобы он, а, хорошо усваивался нашим организмом, мы это выбрали, и, и, б, мы выбрали те формы, да, ну, как бы, получения белка, которые для нашего продукта максимально актуальны. Они максимально эффективны, с одной стороны, при этом мы позволяем получить качественный продукт по приемлемой цене. Вот это все, что нужно. Зачем используется пластиковое масло? Какое масло? Кокосовое у нас здесь. Кокосовое масло. Здесь используется, на самом деле, кокосовое масло здесь используется, опять же, как вариант, да, мы заменили пальмовое масло, здесь нет пальмового масла, но кокосовое – это разные виды растительного масла. Кокосовое масло, да, чем оно примечательно? Оно позволяет нам добиваться вот этих правильных, ну, так сказать, вкусовых ощущений, и при этом это масло, как таковое, оно растительное, но его уникальность в том, что, несмотря на его растительность, оно очень хорошо держит форму. Оно, если вот кто-то покупал кокосовое масло, там, для питья в отдельной упаковке, это очень популярно, там, я не знаю, в индийских каких-то магазинах, вы понимаете, что когда оно стоит в комнатной температуре, оно твердое. И, соответственно, вот та же самая полидекстроза, она и как пищевое волокно, и как формообразователь, и в данном случае кокосовое масло, оно нам позволяет добиваться правильных органолептических свойств, как я сказала, при этом оно позволяет нам, ну, вот, так сказать, держать форму, не только оно, но кокосовое масло в том числе, самого продукта, при минимуме вот жиров, которые у нас там есть, но давать максимально приятные вкусовые ощущения. То есть вот это то, что есть в нашем продукте, мы об этом говорим, у нас это все указано на самом продукте, мы этого не боимся, с удовольствием вам об этом рассказываем, ну, как бы, и даем эту информацию. Еще вот, кстати, на что бы я хотела обратить ваше внимание, очень часто я получаю вопросы, связанные с тем, так, все-таки где производится, в Ирландии или в Германии, или в Великобритании? Я обращаю ваше внимание, что всегда есть информация на упаковке продукта. В данном случае эта информация есть на бумажной упаковке продукта, вот здесь. Здесь на русском языке обычно на некоторых продуктах наших, на английском, поэтому путаются, да, особенно наши новички. Изготовлено в Германии указано производство, где происходит, собственно, изготовление этого продукта. Это не наш собственный завод, это наш завод-партнер в Германии, где на одной из линий мы, собственно, производим наш замечательный продукт. И еще момент, коллеги. Если мы переворачиваем нашу банку, не баночку, а коробочку, вот нижней стороной, видите, вот здесь вот эти вот черненькие буковки. Очень часто задают мне этот вопрос, я обожаю его. Где у вас написана информация о сроках годности продукта? Сроки годности продукта у нас, как и номер партии, всегда указан на упаковке. Здесь указан номер партии, вверху, ну, здесь будут буквы английские и цифры. И указан срок годности. PD и далее 0720, это значит дата изготовления. Мой батончик, который я держу в руках, изготовлен с 7 в июле, да, в седьмом месяце 20-го года. Срок годности в закрытом виде, да, он обозначается как EX-01-22. Два года, да, полтора года получается даже вот так, срок годности этого продукта. И даже дата указана и время, когда продукт сошел с конвейера. Все есть на наших упаковках. Также есть ключевые преимущества. Очень удобно. Я люблю наши упаковки, потому что на самом деле, и вы, наверное, их уже полюбили, можно проводить презентацию продукта, не имея у себя в руках или, я не знаю, на каком-то гаджете презентации. Так, и, соответственно, вот обратите внимание, вот на этот значок, сейчас отвечу Екатерине, если пойму вопрос. Вот этот значок, кто помнит? Деревцы и буквы FSC. Что это за значок? Кто помнит? Кто помнит, коллеги? Давайте вспоминать, этот значок у нас сейчас встречается везде. PDX – это везде, если нет шифров. Если нет шифров. Катя, пожалуйста, расшифруйте свой вопрос. Справедливая торговля, хороший сертификат, но не тот. Давайте вспоминать. Может быть, еще? Давайте даю вам несколько минуточек. Это такой значок, который у нас встречается сейчас уже на многих наших упаковках картонных. Соответственно, он относится к упаковке. Вот, и здесь коробочка, да, про коробочку это все. Это про то, что это сертификат лесного попечительского совета, который подтверждает то, что действительно мы берем наш картон из возобновляемых источников и стараемся, собственно, следить за тем, чтобы для получения бумаги, ну, в данном случае картона, да, правильно, экологичность, перерабатываемость сырья. Мы не нарушаем экосистему нашей планеты, да, не вырубаем больше, чем нужно. А если для нас вырубается, то, соответственно, это восстанавливаемое. Сертификаты GMP и HASP – это сертификация для производства, коллеги. Соответственно, мы, заявляя о том, что у нас есть стандарт GMP, мы или HASP, мы заявляем то, что наши продукты производятся на заводах, сертифицированных этим стандартом. Это стандартизация, сертификация самого производства от получения сырья до производственного процесса в целом. Поэтому на продукты этот стандарт не пишется. Это важно понимать, мы об этом достаточно часто говорим. Эти буковки указываются везде, если не зашифрована дата. Это был не вопрос, а аргумент для… Супер, да, все, правильно. Сертификаты, соответственно, уже есть на сайте в разделе Wellness. У нас проверю, сертификат у нас есть, если не добавили, то добавим обязательно в ближайшее время. Но, насколько я помню, мы с коллегами их обновляли, но я лучше проверю. Спасибо, что задали этот вопрос. Так, не помню, насколько раньше были. Вот на тех упаковках, что помню я, сертификатов GMP мы не указывали. А если указывали, то очень давно. То есть я этого уже даже не помню. Хотя с Wellness уже где-то более 5 лет на 100%, лет 7, наверное. У меня веган-подруга очень против молока, никак не разберусь, кроме того, что позиин, лактозы не нужны. Не надо переубеждать вашу подругу, нужно предложить те продукты, которые для нее актуальны в нашем ассортименте. Потому что как только вы начинаете переубеждать, вам хочется противоречить. И она вам и противоречит. Уважайте ее мнение, оно правильное для нее, и пусть так и будет. Если она считает, что она может обойтись без молочного белка, важно ей дать те продукты, которые ей позволят сбалансировать ее питание по незаменимым аминокислотам. Потому что на самом деле все растительные белки, они неполноценные, в них не содержится 9 аминокислот. Поэтому всем веганам очень важно балансировать свое питание целенаправленно, я бы сказала, для того, чтобы получать все необходимые аминокислоты. И одним из таких продуктов может быть наш суп. Ну и в дополнении можно всегда порекомендовать что-то из нашей линейки мультивитаминно-минеральной и так далее и тому подобное. Я против переубеждения. Ваша задача рассказать о продукте, дать, почитать. Если нет, то предложить тот продукт, который будет интересен вашему клиенту. Еще есть ли какие-то вопросы, коллеги? Презентацию я сегодня выгружу на, соответственно, Google Диск. Вы сможете ее скачать. Еще раз повторюсь. ХАСП и GMP – это стандарт для производства. То есть это стандарт, по которому сертифицируется производственный процесс на том или ином производственном комплексе. Это не стандарт веган или стандарт, я не знаю, справедливая торговля, которая тоже как бы сертифицирует там ингредиенты, но мы его дополнительно на саму упаковку не выносим. Соответственно, заявляя, что у нас есть стандарт GMP и ХАСП, мы абсолютно на 100% гарантируем то, что эти стандарты есть на тех производствах, где производятся наши продукты. Соответственно, это в большинстве случаев наши продукты производятся на производственном комплексе Аминолапс и Томасом Каппер, Великобритания и Германия, соответственно. ГИИ продуктов. Мы сейчас, обратите внимание, ни на одном продукте ГИИ не указываем, и в том числе и на батончиках. Почему? Потому что не проводились соответствующие тестирования. Мы говорим о том, что наши продукты содержат полезные пищевые волокна, в каком количестве содержат эти пищевые волокна, в каком качестве, из каких ресурсов они содержатся. И далее заявляем, что, в общем-то, все эти пищевые волокна являются медленными полезными углеводами, но дополнительной информации про ГИИИ у нас нет и не позиционируются. И как бы тесты, соответствующие в данном случае, на батончике не проводились. Поэтому делайте, введите правильную коммуникацию для того, чтобы вы понимали, что если вы заявляете про ГИИИ, вам нужно это подтвердить. И ни в одном из официальных наших материалов вы не найдете этой информации. Поэтому в данном случае лучше пользоваться той терминологией, которую люди могут услышать от вас, увидеть в презентациях и увидеть на сайте. Это самый верный способ не подрывать свой кредит доверия и формировать, наоборот, образ, не образ даже, а правильную такую экспертизу корректного донесения информации. Спасибо огромное, коллеги, не разобралась терминология и концентрация молочного белка, и чего не запомнила сыворотки. Пересмотрите обязательно этот вебинар. Мы говорили просто более детально, я вам дала информацию по изолятам и концентратам, и гидролизатов, чуть-чуть затронули. Это форма, так сказать, ну что ли, получения, что ли, белка. Мы используем сейчас в нашем вот этом продукте, соответственно, концентрат и изолят. Для чего они нужны и какая форма чего, вы увидите, просто посмотря на нашу упаковку. Так, еще какие-то есть вопросы по нашим продуктам. Давайте подытожим, что важно запомнить после этого тренинга. Важно запомнить, что у нас есть с 15 каталога вот такая новинка в рамках нашего wellness портфолио. Раздела продукты питания серия Natural Balance появляется новый вариант перекуса. Это протеиновый батончик с ягодами серии Natural Balance. В коробке 7 штук. Преимущество продукта 10,5 грамм белка, 5,6 грамм клетчатки или пищевых волокон, можете так говорить. Из них, да, у нас есть фрукты олигосахариды из корня цикория, которые являются и имеют пребиотический эффект. Это наше преимущество. Здесь, как вкусовая добавка, как функциональная добавка, как источник тех же пищевых волокон, есть 4 вида ягод. Клюква, черная смородина, малина и... как она? Ягода похожа на малину. Сейчас скажу. Забыла. Ежевика, вот, ежевика, спасибо. 4 вида ягод, да, ежевика, еще раз, малина, клюква и черная смородина. Нет искусственных ароматизаторов, красителей и так далее. Приятный вкус, напоминающий. Ну, гуну, вы, кстати, можете делиться потом своими впечатлениями. Батончик 35 грамм. Рекомендован для взрослых от 18 лет. По всем остальным вопросам, консультация наблюдающего врача. Красивая упаковка, функциональный продукт, легок в использовании, в применении. Ну, и всегда запиваем его большим количеством воды из нашего нового шейкера Wellness, который вы также сможете получить в 15-м каталоге. Ну что же, всеми материалами я дополнительно скину информацию в рамках чата про Wellness и на Вэйдж. Вы сможете скачать эту презентацию. В рамках 15-го каталога вы также получите еще и наши баннеры по продуктам. И я надеюсь, что вы станете активными участниками акции, которую мы допустим в рамках Instagram-аккаунтов Ariflame Skin Wellness и Ariflame Wellness EAS. У нас будет конкурс постов о ваших впечатлениях, о продукте. Пишите посты и, соответственно, пишите посты, делите своими впечатлениями. Лучшие посты получат призы. Это, конечно же, будут батончики. Насчет сахаров, да, 4,5. Но это не добавочный сахар, да, а тот, который есть в рамках тех ингредиентов, которые мы используем в чистом виде. Сахар, он у нас не добавляется. Но это простые сахара, которые также присутствуют в любом из наших продуктов. Поэтому обращайте на это внимание, читайте внимательно упаковку. Ну, я бы сказала, почувствуйте вкус этого продукта и с точки зрения своего личного удовольствия от употребления, и с точки зрения бизнес-удовольствия от работы с этим продуктом и получения баллов, бонуса, получения, я не знаю, роста, продаж с Wellness вместе с этим продуктом. Был вопрос по сахарному диабету. Консультация врача с использованием... Господи, с принесением состава продукта и консультации наблюдающего врача, потому что там важно рассчитывать единицы, какой диабет и так далее. Это все решается индивидуально. Вот. Спасибо вам огромное. Запись будет доступна завтра. И тогда уже завтра я скину в общем таком формате все материалы по этому продукту. Следите за обновлениями на канале YouTube Pro Wellness and Avage, потому что буквально сегодня, за несколько минут до этого тренинга, я уже не успела просто сюда загрузить, у нас появился новый ролик от компании по этим батончикам. Поэтому всем отличного запуска, отличного старта продаж, отличного сбалансированного осознанного питания с нашими батончиками. Спасибо огромное. До новых встреч. Следите за всеми обновлениями во всех каналах Wellness, которые вы только знаете. Пока-пока. Ролик на YouTube-канале про Wellness and Avage. Сейчас его выложу, а запись только завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok